Третья скалы Аврора и небольшая пещера Многого Москового Дьявола Ивтиандра По фильму Человек от Сибиря На самом-самок вы наверняка узнали По фильму Станислава Говорухина Десять не влетят Где Тепан и Ганна Мариона Аганы Кристи От права в порту теплохода Открывается вид на второй Выступ мыса Айтодор И называется элемент Бору Что в переводе обозначает Мыс Гавани И действительно задумайтесь Мы с вами находимся В центре гавани Ласточкина Где что? Наш плавок постепенно Развернулся И сейчас откроется вид на элемент Бору С левого борта теплохода Так вот на две трети Элемент Боруна Распластер свои белоснежные крылья Орел Здесь до 1917 года Стоял друг главы Орел Как символ величия и власти Императорской семьи В год революции Его сбросили с вершины Кстати Орла так и не нашли А в 1964 году Студенты в Гоу Находившиеся здесь На археологической практике Поставили нового Орла Вот этого белоснежного Как символ здоровья Молодости и благополучия А с нами открывается Живописная зона Пляжная зона санатория Паруш Ее туда обступили Скалы И первый вопрос Который заразников Возниклась Это окружный сезон Добирается Отдыхающий Неужели пешком? Нет, конечно На третьей скалы Есть 20-метровая Шахта Ристоподъемника Именно она Выставляет отдыхающих Это лоснатория С большим шьем Нужно сказать Что подняться Можно и пешком Но для этого Придется преодолеть 315 ступень Поднимитесь Вы за белое Граждение Капитанского Мостика Так называется Смотровая Площадка А мы с вами Постепенно Приближаемся Белоснежному Творцу На столице Берегом Родные Зубчики Сдел Белоснежные Купола И башка Минорета Творец Кичкина Был построен В 1913 Годом По проекту Тарасова Дмитрия Константиновича Романова Внука Николая Первого Примопытно В новой Великой Отечественной Войны Здесь Располагался Штаб Главнокомандующего 11-й армии В Дериха Маштейна Говорят Что сам Итлер Подарить Ему Этот Звонец За взятие Крыма В советское Время Здесь Находилась Турбата Теперь Гостиничный Комплекс Из трех Зверт А мы с вами Рассматриваем Еще один Гостиничный Комплекс На одну Звездочку Больше Он у самого Кабережь Его корпуса Еще достраивается Один Пальмиром Палаш Мы построены Вести Один Шашек Корпусов Санатория На Пальмиром 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 Пришел Заволевать Свою Популярность Очень Вышел Размороженное Строго Себя Признанное Серое Здание С двумя Храненными Баршинами И шпилями По бокам Видать Похожее На Одм Только Что Разбравившего Свои Крылья Здание Двенок 150 Метра Является Главным Корпусом Санатория Горный, но действительно расположен в предгорной части. Ведет свою историю с 60-х годов, и попасть на то, что в этом целостности отдыхал на вените фидик ядерщик Игорь Васильевич Курчатов. Как услышала санатория, в вершине горы Альтикола она находится впереди ее чертка, видно на ярко сером фоне. Он проложил свою собственную пробу, поднимался по ней каждое утро, увлекаясь за собой охотников, охотников свежего воздуха и утренних прогулок. А санаторий подвел свою подвесную вечную канатную дорогу для того, чтобы отдыхающие могли быстро и комфортно добираться до побережья. На вените фидико привыкло жить в дачу на трех массивных колоннах. Великолепный санаторий «Дружба» был построен в 1985 году в совместной чехослованскими пляжами юзами. Цена этого здания заключается в том, что она совершенно не занимает драгоцветной пляжной зоны. А пляжи здесь действительно драгоцветные, ведь не тряк заживая золотыми. Существует крымская легенда, которая рассказывается отлом в турецком правителе Ахмед Айе. Крабила обижала местное население. И вот, когда закончилась власть, дурак на Крымском побережье, решил отбежать. Наградил огромных три корабля золотом, драгоцветной степень, а враги и посудой. А с берега слепались враглядья ограбленного народа. Но далеко корабли не ушли. Поднялся сильный ветер, разыгрался шторм, и корабли были разбиты, а мыс Айтадор. А все золото море выбросило именно на эти пляжи. С тех пор их и называют золотыми. Хотите, верьте, хотите, нет. А так рассказывает крымская легенда. А нас с вами встречает Арианда. Урианда скалистая, користая, мавровистая. И такое название по местечку дано не случайно. Она действительно богата гордыми массивами. И первая гора Арианды, самая большая, гора Святого Николая. Все по-другому слову Айт Никола. У подножия этой горы небольшая церковь с золотыми куполами и светлыми зелеными крышами. Церковь официального Михаила была построена 10 лет назад на день день от жителя Михаила Ларашкевича. Еще одна скала Арианды расположена она чуть ниже, но лишь в побережье, с очень крутым юго-восточным склоном. Он настолько крут, что служит вертикальным стадионом для наших скалолазов и альбинистов. Они приезжают сюда каждый год на соревнованиях. И поверьте, им есть на кого равняться. Знаменитый советский скалолазь Михаилович Кольтяшни Показал эту скалу высотой в 90 метров всего навсего на 5 минут и 22 секунды. Знаменитый советский скалолазь Михаилович Кольтяшни Игорь Михаилович Кольтяшни Слово беседка Ротонда, введенцы на строительство века, оставшиеся здесь, и видны, что осталось от царского имени. Сегодня Ротонда Санта-Корона украшает царскую горизонтальную траву. Так ее назвали, потому что констата соединяла двои имени Ливадио и Альтодор и имени Заманова. На резонтане назвали, потому что на протяжении 10,5 километров ни одного спуска и подъема, хотя где-то здесь довольно користая. А в каждой зоне прорисовывается сервер-металлическая стойка жестоподъемника. На ней закручивается территория астанатория и чешнее варианта. А вот если вы посмотрите на ладошку правее, чуть выше, на протяжении темно-зеленых деревьев, вы найдете светло-серое и большое цилиндрическое здание с коричневым островерхием куполом. Это церковь воима покровом Божьей Матери. Именно из камня сгоревшего церковь Ванта была подстроена эта церковь. В этой церкви под куполом есть мозаика знаменитого итальянского мастера Антонио Сальвиасти под куполом. Субтитры создавал DimaTorzok Это все территория бывшей государственной дачи номер один в СССР. В 1956-м Никита Сергеевич Павчон приказывает здесь нижняя река по отраин государственной дачи номер один. Это именно он сделал моду на строительство вот таких вот дач. В этом все высокопоставленные чиновники отдыхали в царских имени и дворцах. На нем морского бассейна строилась специально для Хрущева и Брежнева. Во время непогоды стеночки этого бассейна раздвигались, во внутрь подавалась морская вода, пройдя восемь в камень и очистки. И создавалась полная иллюзия, что ты купаешь там по открытым морям. После перестройки всю эту территорию отдали ветеранам великой единицы на войны, подтянут на зоне в Резиде. А затем в зону отдыха собернули обратно управлениями делами Президента Украины. Так что официально теперь это место для отдыха нашего Президента. А на зеленом склоне разместилось белоснежное здание, небольшое, с большим количеством колонн, полюстрада, асимметрично, с ярочными окнами. Это милый большой, для водички дворец. А тем на сбору не было холода, но наверняка не показался вам таким большим. Все дело в том, что дворец повернул с фасадом на восток. Так захотел Николай Второй. Именно для чего этот дворец устроился как лития единица. Николай Петрович Краснов, главный архитектор, Заваривал его разрезанный дворец в основном с морем, назад настоял на своем. Строили этот дворец рекордно короткие сроки с его навсего за семнадцать месяцев. Если вспомнишь, что Воронцовский дворец просто было 20 метров за семнадцать месяцев, это действительно ремонт. Сложите вы нашего крыльского и керманского камня. Для того, чтобы он не темнел со временем, из Германа Глобинок в полтора часа быстро пропитали особым раствором, все равно Кеттлера. Законсионировали стены, и теперь дворец далеко в любой погоде в Европе года остается белоснежным. Можно сказать, что Романовы в данный момент потратили то, что нашло их деньги на строительство этого дворца. Потратили около двух миллионов рублей. И двенадцать процентов пошло только на консервированных стен. Подокручивается Леваде, территория санатория Черноморья. Это жёлтая подвесная канатная дорога. Видите, каждое здание ваших городов наверху. Надо сказать, что эта подвесная канатная дорога была первой подвесной канатной дорогой на западном побережье Большой Ялты. Потом появилась такая золотая санатория в Горном. По ценам дедомбал, Смарат, Явт и Ясной Поляне. В 1967 году начинают строить подвесную канатную дорогу на Эпитре. Закончили строить аж через двадцать лет. Внизу её книгу рекордов и носа как самую протяжённую, безоборную и безопасную дорогу в Европе. А при строительстве канатной дороги на Эпитре учли опыт работы вот таких вот санаторных канатных дорог, как в Великоле. А впереди нас с вами встречает первый холм нашего города. Называется Чайная горка. На вершине пяти, девяти и даже двенадцати этажных дома. Это спальный район таким же названием Чайная горка. Весь нужный слонок, как виноградник и кризис тамхода Ливания. Здесь, на этих шейферных почвах, выращивают ягоду Кабернет-авиньон на производство бонфейна Красного Ливания. Три золотых и четыре серебряные курицы. И, конечно же, рентгенция Николая Петровича, Красного, главного архитектора нашего города и главного архитектора Ливатийского дворца. Поэтому при закладке этого банка принимал участие участие сам Красного. Даже отсюда от дворца теплоохода хорошо просматриваются встроенные пирамидальные кипарисы, плоские вершины итальянских пеней, сузны, англасские кедры, макнолии, пальмы. И все, конечно же, не перечислить. А самый старейший парк нашего города, парк Чукурла, переходит в самый молодой парк нашего города, Приморский. Местные жители утверждают, что до 50-х годов здесь был самый обыкновенный пустырь. Янцы во время субботников высаживали здесь экзотические деревья, привезенные из Никинского ботанического сада. Так и появился в нашем городе парк, что и по сей день носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. На территории, когда закладывался этот парк, территория его составляла 20 гектаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова